Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 25 октября и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Вчера мы видели попытку закрепления пары выше максимальной значения 23 числа, но попытка пока не увенчалась успехом. Мы видели одну свечу, которая зашла за уровень и в следующий же мы вернулись обратно. Поэтому на текущий момент тенденция на ослабление по паре евро-доллар сохраняется. Ближайшие цели по нисходящему движению это закрепиться ниже отметки 1.1741. Ну а для начала покупок по данному активу, а соответственно и движению в сторону основного тренда, нам необходимо дождаться закрепления выше максимальной значений, которые были зафиксированы вчера в области 1.1791. Пара британский фунт и американский доллар вчера уходят ниже минимальных значений, которые мы видели 23 октября. И на текущий момент тенденция сохраняется нисходящая по данному активу. Ближайшие цели по снижению это движение в область 1.3097 и далее на 1.3009. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера. Это отметка 1.3232. Пара американский доллар и японская иена продолжают укрепляться. Ближайшие цели для восходящего движения это область 1.1409, затем 1.1446. При уходе ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, а именно 1.1325, мы можем уже стать свидетелями развития нисходящей тенденции по данной паре. Но пока мы торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление сохраняется. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают также укрепляться. Ближайшие цели по восходящему движению это область 1.2698 и далее 1.2768. Для возобновления продаж по данной паре нам необходимо увидеть уход ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1.2621. Закрепление за данным уровнем. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают снижаться. Сегодня с утра торгуемся уже вблизи отметки 77.16. На текущий момент ближайшие цели это закрепиться ниже отметки 77.28 и далее двигаться уже на 75.75. При уходе выше максимальных значений, которые мы видели вчера, а именно 78.24 уровень, мы можем говорить о возобновлении покупок по данному активу. На текущий момент тенденция на ослабление по австралийскому доллару сохраняется. Пара евро-фунт вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели 23 октября. На текущий момент в рамках краткосрочной тенденции мы можем говорить о восходящей тенденции с ближайшими целями закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера в области 89.78 и далее двигаться уже на 90.23. В свою очередь уход ниже минимума, который был вчера в области 88.92 уже вернет нас к продажам по данной паре. Но на текущий момент тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма сохраняется. Золото продолжает снижаться. Сегодня с утра мы видим уже торговлю ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, 24 октября. И на текущий момент ближайшая цель это закрепиться как раз за отметкой 1272 доллара за тройскую унцию и дальше уже двигаться по направлению 1260. Уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 1283 доллара за тройскую унцию, уже вернет нас к покупкам по данному активу с ближайшими целями движения в область 1306. Нефть марки Brent вчера смогла преодолеть максимальное значение, которое мы видели 23 октября. Сейчас стоим в области сопротивления, которое у нас сохраняется уже вторую неделю. Это отметка 58.55 и ближайшая цель для восходящего движения это закрепиться именно за данным уровнем. Дальше уже открывается дорога на 58.95, 59 и 60. При уходе ниже минимальных значений, которые мы видели вчера в области 57.11 мы уже вернемся также к нисходящей тенденции по данному активу. И я напомню, что уже полтора недели нефть марки Brent стоит в боковике, верхняя граница 58.53 область и нижняя граница 57.11. Но в рамках часового таймфрейма вчера мы получили подтверждение краткосрочного восходящего движения. По индексу DAX ситуация практически похожа, как и с нефтью. Очень долгий промежуток времени мы находимся в боковике, в боковом движении. Тенденция преобладает на укрепление, так как основной тренд сохраняется восходящий. При этом ближайшая цель для восходящего движения в рамках уже часового таймфрейма – это уйти выше отметки 13057, закрепиться за данным уровнем. Если мы увидим индекс DAX ниже отметки 12977, то уже в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения по данному активу. Ну и по биткоину коррекция продолжается. Сегодня с утра мы уже обновили минимальное значение, которое мы видели вчера в области 5569 и тенденция на ослабление на текущий момент сохраняется. Если говорить о возобновлении покупок по биткоину, то это будет актуально после преодоления максимального значения, которое мы видели вчера в области 55914 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, если вам понравилось это видео и оно было для вас полезным, то ставьте лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо за внимание и до свидания.